Приветствую, друзья! В России началось замедление и блокировки Ютуба. Хотя я, конечно, слышал забавную версию, что власти вообще здесь не причем, мол, Ютуб сам замедлился от отвращения, что ему пришлось 20 миллионов раз показать Артемия Лебедева в интервью с Дудем. Так или иначе, за недавнее время сообщения о сбоях, падении качества и зависании Ютуба появлялись достаточно часто. Почему власть наконец решилась расправиться с Ютубом и что в такой ситуации делать, я расскажу в этом ролике. Кстати, если вы смотрите из России и сталкиваетесь с проблемами при работе с Ютубом, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, какой город или регион и какие проблемы. Власти и пропагандисты говорили о возможной блокировке Ютуба достаточно давно. Видеохостинг называли врагом страны, распространителем фейков, обвиняли в поддержке оппозиционных блогеров и в блокировках государственных медиа и пропагандистов. Офис Гугла и Ютуба ушел из России с началом войны. С тех пор сервисы сталкивались с постоянными претензиями Роскомнадзора и платили существенные штрафы за неудаление запрещенной информации. В сочетании с постоянными угрозами запрета, это делало вопрос блокировки Ютуба делом времени. И вот 25 июля депутат Хинштейн наконец проговорился и озвучил планы властей в отношении Ютуба. По словам Хинштейна, скорость загрузки Ютуба на стационарных компьютерах в России может снизиться до 40% в первую неделю, а к концу второй недели замедление скорость загрузки Ютуба снизится до 70%. При этом мера по замедлению должна затронуть только десктопные версии, а на мобильную связь ее распространять пока не будут. Но уже через день Хинштейн резко изменил свою позицию и стал говорить, что в замедлении Ютуба виноваты проблемы самого сервиса. Однако в Google отметили, что их оборудование работает исправно и в других странах сбоев не наблюдаются. Еще через несколько дней стало известно, что российские власти как всегда врут, они уже уведомили провайдеров о замедлении Ютуба до 128 кбит в секунду. То есть если вы смотрите видео в качестве выше 240 пикселей, то уже ощутимы задержки. Иными словами, да, в России начали блокировать Ютуб. Почему это происходит? Если во всем мире Ютуб это в первую очередь развлекательный сервис, то в России это главная позиционная медиа. Доступ к федеральным каналам массовой информации оппозиция не имеет уже очень давно. ВК и одноклассники принадлежат путинским дружкам. Твиттер и Фейсбук имеют маленькую аудиторию. В Инстаграме больше востребован лайфстайл, чем политика. А вот Ютуб оказался очень удобным каналом для российской оппозиции. Блоги, стримы, новости – все это вне всякого контроля властей. При этом аудитория оппозиционных каналов стала сопоставима с федеральным телевидением. Но главное, Ютуб оказался великолепным средством для реализации и донесения до массовой аудитории главного формата оппозиции – это расследование. Благодаря Ютубу десятки миллионов россиян знают, как путинская власть ворует, убивает, берет взятки, ведет шикарную жизнь, нарушает всевозможные законы. Когда Маргарита Симонян радуется замедлению Ютуба, это не только профессиональная радость за режим. Это личная. Ведь Симонян прекрасно помнит, что на Ютуб-канале Алексея Навального лежит замечательное расследование, как и сколько она украла на производстве пропаганды. Радость Маргариты Симоняна – это радость за то, что теперь россиянам будет тяжелее узнать, как работал на распил бюджета семейный подряд Симонян Кеосаян. Главный пропагандист страны счастлива, что зрители больше не смогут увидеть встык кадры пилорамы и стоимость этой пилорамы для бюджета. Ютуб – это такая вечная доска подзора и готовые материалы для будущих, ну, естественно, после смены власти уголовных дел. Те, кто выступают за запрет Ютуба, это, скорее всего, прямые бенефициары этого запрета. Давно надо было закрыть Ютуб, говорит Кадыров. Ютуб, надо незамедленно, надо сегодня закрыть чертовой матери. Ну, конечно, он мечтает, чтобы Ютуба не было, чтобы нищие жители самой дотационной республики страны не могли увидеть кадыровский образ жизни его наложниц, его родственников, интерьера его дворцов и самолётов. Отомстить Ютубу обещает и Дмитрий Анатольевич Медведев, и его можно понять. Домик для уточки из-за расследования стал мемом, как и фраза «Он вам не Димон». Неприятно. Можно понять Медведева, который не хочет, чтобы расследование про его финансы и недвижимость и дальше распространялось среди россиян. Впрочем, наверное, поздновато. Под роликом уже 47 миллионов просмотров. Требовал закрыть Ютуб Владимир Соловьёв. Требовал в качестве ответной меры заблокировку его пропагандистского канала. Но, думаю, несколько дворцов Соловьёва, обнаруженных на озере Кома, и так красочно показанных в видеорасследовании, тоже сыграли свою роль. Ведь Соловьёв сам отдохнуть на озере Комать больше не может. А осадочек в виде Ютуб-ролика ещё остался. За блокировку выступает и Мария Захарова. Информационное своё пространство нужно защищать. Точечно ли блокировать, кластерово или какими-то там сегментами – это, безусловно, вопрос, который необходимо решать в каждом конкретном случае. Но то, что это надо делать, сто процентов, обязательно. Возможно, не для себя старается. Надоело министру Лаврову переживать, что любой желающий может посмотреть видео про его вторую семью и тесные связи с Дерипаской. А с заблокированным Ютубом всяко поспокойнее будет. Мечтают избавиться от компромата на Ютубе и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава Комитета по конституционному законодательству сенатор Клишис. Обоим не нравится, что миллиарды и роскошная недвижимость у них есть, а объяснить происхождение они внятно не могут. И расследования об этом лежат на Ютубе и мозолят глаза и людям, и начальству. Но главный интересант и заказчик запрета Ютуба – это, конечно, само начальство. Сам Путин. Работающий Ютуб – это личный вызов и персональное оскорбление чести вождя. Расследование о главном путинском дворце, его финансировании, его интерьерах, расследование о жизни и финансах то ли жены, то ли любовницы, расследование о жизни и финансах бывшей жены и бывшей любовницы, расследование о любимой яхте Путина, о самой большой яхте Путина, о самой новой яхте Путина, обо всех его яхтах. Расследования о личном бронепоезде, о перестроенной резиденции на Валдай, о состоянии здоровья, о том, кто ему дул уши, что надо начинать войну и много-много других расследований. Просто представьте себе, насколько сильно Путин хочет, чтобы россияне больше не имели доступа ко всей этой информации, красочно упакованные в видеоролики. Российские власти давно хотели заблокировать Ютуб, но какое-то время их удерживало, что аполитичным россиянам потребуется какая-то замена, какой-то хостинг, где они смогут смотреть любимые мультики, клипы, ток-шоу. Администрация президента и лояльные бизнесмены пытались создать такую альтернативу. ВК-видео, рутью, получилось так себе. Но, видимо, ждать внятной альтернативы власть уже не могла. Видимо, начало подгорать по-настоящему и недовольство аполитичных граждан с замедлением Ютуба уже не рассматривается как препятствие. Важно закрыть доступ к информации, невзирая на издержки. Ютуб замедляют. Что делать тем, кто смотрит его в России? Ребята, ставьте VPN. Это прямо-таки обязательная штука в России 2024 года. VPN пока справляется с тем способом замедления, который выбрали российские власти. И это позволит вам сохранить доступ к Ютубу еще на какое-то время. К сожалению, я думаю, что режим и дальше будет идти по пути закручивания гаек и в интернете, да и вообще. Подписывайтесь на другие социальные сети тех людей, которых вы смотрите в Ютубе. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Прямо вот сейчас подпишитесь. Это неполноценная замена Ютубу. Но, по крайней мере, будем оставаться на связи, даже если завтра Ютуб вообще заблокируют. Мы все, и оппозиция, и интернет-сообщество будем думать, как ответить на запрет и замедление Ютуба. Как противостоять этому варварству. А вам важно понимать самим и максимально распространять это понимание среди окружающих. Этот режим готов лишить страну любого прогресса, любых технологий, любых возможностей. Просто, чтобы как можно дольше сохранять свою власть. Счастливо вам! Несменяемая власть деградирует сама и тащит общество в сторону от прогресса.